Норвегия Норвегия Ожидает прихода новой весны Своим бесконечным разнообразием природа как будто спрашивает Что вы знаете о жизни? Что вы знаете о временах года? Что вы знаете о Земле? Именно здесь суровая северная зима встречается с мягкими атлантическими течениями. Здесь отвесные скалы переходят в бездонные сокрытые глубины фьордов. Здесь непрерывно текут кристально чистые горные реки. Вода тут представлена во всех своих состояниях. В виде снега она покрывает землю. Строится с гор, как бесконечно длинная вуаль. Или несется вниз сокоченевших скал, чтобы испариться или снова замерзнуть. Туманные лощины, которые сбороздил ледник. Потрясающие заснеженные вершины гор. Бурные реки. Смена высоты времен года управляют водой. Заставляют ее двигаться и застывать. Однако норвежские зимы – это не только мертвый лед. Это и вечно зеленые северные леса. Омытые брызгами водопадов. Горных рек, а также снегами и ледяными дождями. Норвежский ландшафт состоит из одеосов, долин, плато скандинавских гор и разрезающих их извилистых заливов, фьордов. Фьорды образовались в последний ледниковый период, когда Скандинавию покрывал ледник толщиной в 2 километра. Под действием потепления и сил гравитации он начал двигаться, оставляя в горной породе глубокие теснины. Какие-то из них были затоплены быстрыми реками. А те, что у побережья, заполнила морская вода. Крутые голые вершины, высотой в несколько сотен, а то и тысяч метров, взирают на безмятежные потоки воды. Иногда дно фьорда лежит под водой настолько же глубоко, насколько высоко над ней возвышаются его стены. Знаменитая скала-кафедра, которую как будто разорвал на части сам скандинавский бог Тор, возвышается над Люси-фьордом на 600 метров. Фьорды примыкают к изрезанному побережью полуострова, которые омывают мягкие воды Гольфстрима. Результатом этого становятся влажные зимы, дождливые и снежные. Благодаря пресной воде, теплым морским течением и перепадом высот, образовавшихся в результате крупных геологических процессов, в Норвегии насчитывается около 60 тысяч различных форм жизни. От вечно зеленых хвойных лесов в горах, до бесчисленных видов морских водорослей, от птиц на побережье и рыб, до грибков в березовых лесах, которые выживают, несмотря на суровые природные условия. Субтитры создавал DimaTorzok Чуть южнее волны Северного моря захлёстывают широкие песчаные пляжи. Это побережье состоит из дюн, отшлифованных скал и сотен мелких островов, которые защищают большую землю от ударов моря. Более открытые берега мужественно встречают высокие пенистые волны, которые приносят сырой соленый воздух и облака брызг. КОНЕЦ Норвегия – одна из наименее заселённых европейских стран. В горах и на вершинах фьордов полновластно царит матушка природы. Поэтому для здешних диких животных покрытая снегом пустыня – надёжное пристанище. И для хищников-отшельников, вроде рыси. И для копытных типа европейских лосей. И для более привычных видов, например, таких как косули. КОНЕЦ В здешних зимних сумерках также часто можно встретить волков. Этот царь хищников странствует по огромной территории, и ему нужна полная свобода. Даже рыси обыкновенные не решаются войти на территорию волков со своими детёнышами, так как это поставит их под угрозу. Норвежские рыси – представители наиболее крупного подвида рыси. Они могут весить до 30 килограммов и достигать в длину 130 сантиметров. Самки вроде этой живут в семейных группах вместе со своими годовалыми котятами. Эти грациозные крупные кошки охотятся на грызунов, мелких млекопитающих, но особенно охотно – на наивных косуль. Эти мелкие копытные никогда не могут чувствовать себя в безопасности, в местных лесах. Волки также не слишком привередливы. Они питаются мелкими млекопитающими, вроде зайцев и кроликов. Парами или стаями охотятся на косуль и северных оленей, мясо которых помогает выжить долгими зимами. И рыси, и волки находят достаточно пищи в норвежских горах, так что популяции обоих видов постоянно растут. Однако никто из них не решается нападать на крупных и тяжелых лосей. Лоси кажутся спокойными, но в случае угрозы они не колеблясь пускают в ход свои твердые, ветвистые, смертельно опасные рога. Несмотря на вес в 700 килограммов, лоси подвижны и могут оказать отпор даже волкам. Вот почему волки предпочитают охотиться на более мелких оленей. Когда-то волки часто встречались по всей Скандинавии. Пока в последние века браконьеры и фермеры не начали на них активную охоту. Нынешние стаи – потомки тех волков, которые эмигрировали в Швецию и Норвегию через русско-финскую границу в конце 20 века. Несмотря на строгие меры защиты, волки в Скандинавии и Норвегии продолжают оставаться под угрозой уничтожения. И это явно неплохо для лосей. Прошли те времена, когда большие опасные стаи волков морозными зимними ночами нападали даже на крупных животных. Высоко в горах пространство занято голыми скалами и снегом. Здесь круглый год царят морозы и лед. В долинах лед тает, пополняя водой многочисленные озера. Эти озера уютное прибежище лебедей и чарик. Высота некоторых норвежских утесов достигает двух тысяч метров. На одном из них находится самый большой в Европе ледник Юстедальсбрей. Покрывая несколько долин, ледник занимает площадь более 450 квадратных километров. В некоторых местах его толщина составляет порядка 600 метров. После наступления в Европе глобального потепления эта громадная ледяная глыба начала отступать последней. Наблюдение за ней помогает понять, как образовались фьорды. Юстедальсбрейн сдвигает около 400 тонн горной породы в год. Медленно, но верно проделывает в скалах глубокие ущелья. На побережье губернии Сог-Нок-Фьюране находится лучший песчаный пляж в Норвегии. Расположенный в широкой расщелине и защищенной прекрасной бухтой, пляж Рефиксанден усыпан красивым белым песком и имеет протяженность полтора километра. Гигантские волны Атлантического океана легко выплескиваются на пологий берег у подножья гор. А ветер, который неутомимо строит и разрушает песчаные дюны, кажется, никогда не прекращается. песчаные дюны, но заинтересовываемся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Южнее, на похожем острове, из пены морских волн поднимается знаменитый камень Каннштайна. Издалека его можно принять за хвост кита, которого вынесло на берег. Но эта древняя скала – еще одна скульптура, созданная волнами и ветром в течение нескольких тысяч лет. Субтитры создавал DimaTorzok Атлантический океан сыграл решающую роль в развитии жизни и культуры Норвегии. Без его теплых прибрежных течений, климат здесь был бы таким же суровым, как в самой северной части Сибири. Норвежское течение начинается в Балтийском море, огибает Норвегию с юга и смешивается с ветвями Гольфстрима. Затем оно поворачивает на север и движется вдоль норвежских берегов. Оно переносит жизненно необходимые для рыб кислород и питательные вещества, благодаря чему рыбаки каждый год вылавливают ее в огромных количествах. Более того, усиливающийся зимой поток солнечных лучей частично облегчает арктический холод. Поэтому норвежцы не против штормовых ветров. Они приносят им теплое дыхание океана. Субтитры создавал DimaTorzok Большая часть воды фьордов также добавляет кислороды в океанские течения. Их ледники и наклонные скалы превратили Норвегию в страну тысяч водопадов. Среди них самым популярным является Верингсфосен. Его название происходит от древнеисландского слова и означает буквально «почитаемый водопад», что практически предсказало его будущую известность в туристической среде. Верингсфосен – это каскад из нескольких водопадов общей высотой 182 метра. Высота свободного падения воды реки Бьорею составляет здесь 145 метров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Впрочем, на падение воды с более низкого уровня, с 90-метрового утеса Хюльдефосом, тоже приезжает полюбоваться немалое количество народа. Грохот падающей воды слышен даже в километре отсюда, в долине. Субтитры создавал DimaTorzok Среди 1200 фьордов Норвегии есть такие, которые врезались в полуостров более чем на 100 километров. Однако, мало что может сравниться по красоте с этой 15-километровой ветвью Стурфьорда на северо-востоке от Бергена. Гейрангерфьорд, извилистое ущелье между двумя крутыми горами, неизменно восхищает гостей Норвегии. В 2005 году он был включен ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия как один из самых живописных фьордов планеты. Ледники проделали кропотливую работу, сформировав Гейрангерфьорд. Его дно находится в 500 метрах под водой, а боковые скалы поднимаются на высоту 1400 метров и сохраняют свои снежные шапки даже летом. Множество водопадов низвергается здесь с оголенных скал прямо в море. Ежегодно в туристический сезон полюбоваться на красоту Гейрангерфьорда приезжает около полумиллиона человек. Однако до апреля здесь нет никого, только девственная природа. Гейрангерфьорд. Гейрангерфьорд. Субтитры создавал DimaTorzok Фьорды сильно повлияли на историю Норвегии, привлекая сюда мореплавателей, путешествовавших по штормовым морям. Позже переселенцы вынуждены были искать плодородные земли на западных островах, тем самым также осваивая их. Фьорды обеспечивали укрытие для кораблей и снабжали моряков свежей водой. Эти места видели флотилии викингов и торговые корабли. Временами здесь даже разыгрывались морские сражения. Субтитры создавал DimaTorzok Люди начали осваивать фьорды более четырех тысяч лет назад и расселились у подножья вершин. С прибрежной части фьордов хорошо видны зеленые поляны и леса, плодородная почва, обилие рыбы, воды и укрытие от непогоды. Все это, несомненно, привлекало наших предков для жизни в этих местах. Современные фермеры по сей день используют богатый опыт земледелия древних времен и возделывают почвы фьордов. На этих склонах успешно процветает современное сельское хозяйство. Впрочем, суровая скандинавская зима накладывает определенные ограничения. Только 3% земли в Норвегии пригодны для земледелия, и 44% из них находятся в горах, на плато и островах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Еще один важнейший ресурс Норвегии – лес. Свыше 38% суши в этой стране покрыто елями, соснами и березами. И эта цифра все увеличивается. За последние 100 лет она и вовсе удвоилась. Исключительно чистый воздух в Скандинавии связан с большим количеством растительности. Местный ландшафт напоминает о том, что экологически чисто там, где не мусорят, и где природе позволяют оставаться собой. Местный ландшафт напоминает о том, что экологически чисто там, где не мусорят, и где не мусорят, и где не мусорят, и где не мусорят, и где не мусорят. Местный ландшафт напоминает о том, что экологически чисто там, где не мусорят, и где не мусорят, и где не мусорят, и где не мусорят. Местный ландшафт Их более 30. И вертикальные палочки – это, очевидно, моряки. Концентрические окружности показывают 8 солнц, которые испускают на флотилию лучи. Кто сделал эти рисунки, и что они означают? Ответ напрашивается один. Эти символы высечены не викингами. Изображения датируются примерно 500-м годом до Новой Эры и сделаны людьми до исторического периода. За тысячу лет до того, как викинги путешествовали по морям. По всей Норвегии найдено еще несколько сотен похожих скал, что доказывает, люди поселились в Скандинавии несколько тысяч лет назад. Высечение на камне было ритуальным действом, и мы можем только догадываться о значении символов. Кто-то утверждает, что это следы давно исчезнувшего культа плодородия, а корабли – помощники Солнца. Другие уверены, что корабли тянут Солнце за собой или через долгую норвежскую ночь, или через тьму подземного мира. КОНЕЦ К северо-западу от города Ставангера из материка в Северное море выдается пляж Бораунен. Название пляжа отсылает к его географической особенности. Норвежское слово «раунен» означает «галька». Бораунен известен как самый большой и охраняемый галечный пляж в Европе. Камни, которые покрывают здешнее побережье, кажутся идеально круглыми, кропотливо отполированными морскими волнами. В глубине острова пляж покрыт дюнами. Где находят укрытие многие редкие птицы. Несмотря на относительную близость к городу Ставангеру, местная флора и фауна остались нетронуты человеком благодаря тому, что на полуострове действуют строгие меры по защите природы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На западе море отступает, обнажая шестикилометровый песчаный пляж. Это море собственной персоной, широкое и свободное, непокоренное, бесконечное, черное, зеленое, коричневое. Оно катит свои могучие волны от северных льдов и ла-манша, выгоняет из тумана своих мощных белопенных коней и направляет их в атаку прямо на берег. Оно яростно ревет из самых своих глубин, как гигантский дьявольский орган. И, наконец, бросается на побережье, превращаясь в белую пену, пузырится и шипит, оглушительно клокочет и, в конце концов, отступает с утомленным шорохом. Так в 1892 году описал пляж близ местечка Ярин великий норвежский писатель Арне Гарбург в своем романе «Мир». Гарбург родился и вырос здесь, и часто черпал вдохновение в местной природе. Расположенный между городками Орре и Боре в губернии Ругалан, этот 11-километровый пляж и правда способен вдохновить любого. Он манит в себе белыми дюнами, мягким серебристым песком и непрерывным шорохом набегающих волн. Холодная и влажная Норвегия стала прекрасным пристанищем многих мигрировавших видов из других частей планеты, любопытных морских львов и пингвинов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В аквариуме Бергена можно поближе рассмотреть один из самых значимых здешних видов рыб Атлантического лосося. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На озере собрались самые разные водоплавающие птицы. Утки делят пространство с чайками и лебедями. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас текут свободно Водопады стали еще мощнее Субтитры создавал DimaTorzok 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 А уровень моря поднялся на несколько метров Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодня все 30 ледников Норвегии отступают Однако ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ели, хорошо приспособленные к норвежским ветрам, рядами встают на холмах и в долинах Здешние плодовитые хвойные в первые 25 лет жизни вырастают за год на 70-90 см Многие из них живут по сотне лет Влажный климат Западной Скандинавии для них чрезвычайно благоприятен Субтитры создавал DimaTorzok Чем выше горы, тем дольше там слой почвы Так что ближе к вершинам могут расти только кусты и низкорослая флора А дальше только голые скалы и снег Страна туманов Страна легенд На первый взгляд Норвегия кажется отчужденной и неприветливой Похожей на Нивльхейм, мир мрака Первый из девяти миров северной мифологии А ледники – как ледяные великаны, порожденные этой холодной северной страной Но стоит туман рассеяться, как перед нами открывается картина, достойная Асгарда Мира богов и Вальхалы Рая для викингов, павших в бою Небеса связаны с Мидгардом, миром людей Мостом-радугой Может, именно той радугой, которая играет на брызгах здешних водопадов Северной Асгарда Впрочем, чтобы восхищаться захватывающими дух красотами Норвегии Не обязательно прибегать к мифам Леса, горы и реки этой страны пробуждают в нас огромную любовь к дикому миру Поэтому достаточно просто сказать В Норвегии, как нигде, ощущаешь близость к природе Северной Асгарда Северной Асгарда Северной Асгарда Северной Асгарда Северной Асгарда